Приветствую, мои дорогие! Сегодня у нас четверг, 10 ноября 2022 год, день Архангела Уриила, огонь и свет Божий переводится его имя. Сегодня у нас цвет оранжевый, оттенки оранжевого носят все люди, кто понимает, что такое день Юпитера и что такое апостольский день, и цвет огня, и все его оттенки огня. Значит, у нас сегодня день Николая Чудотворца, мы вспоминаем его, Николин день четверг каждый, и апостолов первоверховных Петра и Павла. Им читались молитвы сегодня, мы их вспоминаем, так сказать, основатели армии духовной Христа Спасителя и Царя Царей. И вот сегодня я хочу записать несколько видео, коротких. Первое начну с информации про Херсон. То, что Херсон будут задавать, мне было известно и раньше, об чем я сообщил. Мне сегодня напомнило об этом несколько человек, в том числе и из Франции, мои подписчики. Значит, я хочу объяснить этот вопрос. То, что объявили это, что мы задаем Херсон и уходим на левый берег, это говорит только о том, что идет передислокация хитрая, лукавая, коварная, для украинской армии подлая, замысловатая, стратегическая. Когда такие вещи объявляются в среду, в день Иуда Искариотского, в день предателя, значит, всех апостолов и царя-царей, который потом удавился, вот это хитросплетение событий будет на руку нам, на русской армии России, в последующее время. Когда ты что-то отдаешь в среду, ты потом готовишься получить обратно в несколько раз больше. Вот если перевести это на нормальный обычный язык, простой, то это именно так. То есть ты судишь, суживаешь, отдаешь так или занимаешь на время, а потом забираешь больше и с процентами. Если это перевести вот на такой язык, который украинцы и понимают, и те остальные страны, кто их поддерживает, то нечто подобное мы и совершаем, объявив это в среду. То, что в среду мы что-то отдаем, отступаем, это хитрый ход, это в том числе и западня. Хотите, верьте, хотите, нет. Да, есть проблемы, да. Значит, вчера Владимир Владимирович в день Иуда Искариотского, цигель-цигель, треть серебряников, наконец-то глава государства задумался о том, а как тратятся деньги на специальную военную операцию СВО. И то, что эта информация прошла вчера и сегодня, тоже не случайно. То есть, наконец-то мы начинаем считать деньги. Вот девятый месяц войны, мы начинаем считать, сколько мы потратили, правильно ли мы тратим, все ли мы покупаем, то, что нам нужно и так далее. Я бы это все объединил, в том числе к теме сдачи Херсона и других территорий на правом берегу Днепра. Значит, пусть украинцы не радуются их союзники этому факту. Нам, конечно, неприятно. Вообще все, что в среду делается, неприятно. Имеет двусмысленное значение. Нету, да, нету, нет. И пошли вот эти домыслы, домыслы, разные разговоры. У кого-то депрессия, у кого-то слова о предательстве и так далее. Караул, караул, все пропало. На самом деле не так. Еще раз. Все, что сдается в среду, оставляется. Это как вот кошелек бросить на тротуаре. Отойти за угол и смотреть. А в это время совершать другие дела. Вот это то же самое. В среду объявить о таком моменте. Вот если бы это был вторник, или вот тот же, не дай бог, сегодня, четверг, это была бы другая история. Другая технология распознания событий. А такие специалисты, как я, их и распознают. Какой договор, когда подписан, в какой день, в какой час, когда вышло сообщение, пресс-релиз и так далее. И мы потом истолковываем, вот такие специалисты, как я, что это все означает. Вот так движется вся мировая история. От каждого события надо отталкиваться, понимая его тайный, скрытый смысл. Так что ничего страшного не произошло. Посмотрите мой прогноз на ноябрь месяц. Посмотрите мой прогноз на период с 21 октября по 27 ноября. Я их подверстаю. Там все сказано. В какой период мы сейчас находимся. Очень многие жертвы, конечно, уже были понесены Донецкой Народной Республики при атаке. К несчастью, вот у моего друга, одноклассника, вернее, даже друга детства больше. Учились мы в разных школах, но по возрасту мы, по годке. У младшего сына оторвало ноги. Его там путировали выше колен. В боях за Павловку бригада морской пехоты Приморского края там сражалась. Вот в этом мы все слушали. Вот конкретно меня коснулось моего близкого друга. Его сын, значит, спасли его в Бурденко без ног. Два месяца повоевал человек. Вот это по поводу потерь, утрат и жертв, которые мы понесем в ноябре месяце наше вооруженное формирование. Пополнение вот это новое, которое только направили. Так что еще и эти результаты в том числе повлияли на решение оставить Херсон и правый берег. Поэтому отчаиваться не будем. Победа будет за нами. Это однозначно. Я как специалист в распознавании времени, значит, могу четко это говорить. Победа будет за нами. Значит, молитесь за воина раненого Илью. Прошу ваших молитв. Это сын моего друга, младший сын. Морской пехотинец. Все, остался на всю жизнь без ног. Ну, государство поможет, поддержит, но все равно жить дальше молодому парню вот так придется. Вот такая память о войне. Когда ты вдали и смотришь по телевизору, это одна история. Когда это касается твоих родных и близких, друзей и знакомых, это все по-другому. Поэтому я и дал два дня перерыва себе, осмыслить все происходящее, подумать, уединиться. И вот записал это видео. Следующие два видео будут про полицию и милицию. И про СОБР при МВД Российской Федерации, чей праздник профессиональный был вчера, 9 ноября. Ну, вот я сегодня объединил День сотрудников внутренних дел Российской Федерации. Сегодня они отмечают День милиции в прошлом советское время. Сейчас День полиции. И День СОБРа МВД Российской Федерации. До встречи. Подписываемся, ставим лайки. Не грустим. Победа будет за нами. И распространяем это видео. До встречи.